Добрый день дорогие друзья! Сегодня опять я с вами хочу провести встречу и поговорить опять же об экстракте Виватон. Потому что я вчера записала видео, рассказала немножко, но пошли опять звонки, все спрашивают. И я так поняла, что народ не совсем понял, о чем я конкретно хотела вчера донести. Поэтому сегодня будем говорить только о Виватоне. Если вы никогда не слышали про экстракт Виватона, у вас нет возможности его купить, то просто не заморачивайтесь, не смотрите это видео. Если вы пользуетесь Виватоном, у вас есть он в наличии, или вы можете его сейчас приобрести. Я его сама лично не продаю. Вот есть сайт виватон.ру, есть у них магазин, где они продают. Есть непосредственно несколько магазинов в Москве, может быть где-то по России есть. Я не знаю, я просто рассказываю о самом Виватоне. Вот как на фотографии, вот экстракт Виватона выглядит вот так. Вчера я вам показывала, у меня был старый флакончик зеленый. Это вот уже более новый вариант. Вот он такой, да, здесь ровно литр. О нем можно прочитать здесь на сайте. Я просто расскажу, как им пользоваться. Два простых примера. Пить и делать вот хотя бы ноги вставить, чтобы вытягивать токсины. Начнем с того, что мы принимаем. Вот такая вот штучка. В ней очень удобно. Наливаете 40 миллилитров. Он у вас прям по дну весь расползется. 40 миллилитров это на одного человека, если на два человека, например, семья там можно больше. И вот здесь вы ставите его на окошко, но не на солнце. Только не под дождь, чтобы не попала вода. На улицу, на балкон, в комнате, если нет возможности. И полностью его выветриваете. У вас будет просто запах травы. Запаха аммиака не будет. Вот эти 40 миллилитров вы добавляете на 960 или на литр воды. Это уже не принципиально. И вот эту жидкость, литр, вы должны выпить в течение дня. Можно разделить на 3, на 4 раза. То есть по 300 грамм, по 250 грамм вы должны это выпить. На вкус это обычная вода с небольшой травой. Это не как чай травяной, не как настой, не как отвар. Просто вода с небольшим вкусом травы. Вы это будете пить, вот эти 40 миллилитров, это у нас профилактическая доза. Теперь, если мы хотим лечебную дозу. Лечебную дозу, когда мы используем для тяжелых больных, для запущенных случаев, у кого ослабленный иммунитет. И если вы уже заболели. Вот вы чувствуете, у вас там начинают какие-то изменения. Как говорили на сайтах, везде самый основной признак заболевания у вас отсутствие обоняния и отсутствие вкуса. Это первый признак. У вас еще нет никаких катаральных явлений, но вы уже плохо чувствуете вкус и плохо чувствуете запахи. Это говорит о том, что вы уже заразились. Поэтому тогда вы начинаете пить экстракт виватона 100 миллилитров. Вот в этой нашей стеклянной посуде выветриваете и пьете. Пьете в течение дня. Почему нужно пить экстракт виватон? Потому что он у нас работает и как адаптоген. И чистит организм, и в то же время питает. Просто проводили исследования, они есть. Просто у меня этих бумаг нет, но я знаю, что мне их показывал. Я была в центре виватона и видела эти бумаги. И я говорила своим всем, что зараженные люди гриппом тяжелой формы, выживаемость 85%. Это очень хорошее, если мы пьем внутрь. Если мы делаем клизмами, то 15%. Другими способами нет. Для профилактики можно в этот выветренный виватон развести в небольшом количестве воды и капать в нос, пробывать нос, смазывать глаза, лицо. Есть вот такие вот капли масляные виватон. Ими тоже можно пользоваться. Для профилактики оно просто будет у вас смазывать. Мы продаем капли другие. У нас они синие. Называются витамины, витманы. И они у нас тоже сделаны с настойки виватона. Сейчас я говорю именно об экстракте виватона. Что вы можете сделать еще с этим же экстрактом? Если у вас нет времени, нет на себя там делать массаж и как-то себя обхлопывать, допитывать, берете вот такую посуду. Вот здесь вот спокойно умещаются две ноги любого размера. Наливаете сюда на дно виватон. Чистый уже, не выветренный. И пока сидите, смотрите телевизор, отдыхаете, разговариваете там по телефону, что-то смотрите, просто кладете туда две ноги и сидите минимум 40 минут. И у вас выходит вся дрянь. Потом надо обязательно вылить и помыть. То есть вы себя лечите. Это у вас получается как лимфодренажный массаж. Но не массаж, а вот именно вытечка, которая вытягивает у вас через стопы всю дрянь. Потом ноги надо просто помыть, насухо вытереть. Если, конечно, тут много разных можно методик добавить к этому, можно добавить и рефлексотерапию, кто это проходил. Просто сейчас у вас столько времени, сидя дома, что можно заниматься спортом, изучать какие-то языки, научиться там вышивать, вязать, смотреть фильмы, общаться. То есть вот такой свободы даже на каникулах не было, потому что когда у нас были просто каникулы, мы что-то все время куда-то делали, куда-то бежали. Теперь никуда выходить нельзя. Мы сидим дома и у нас есть возможность заняться оздоровлением. Поэтому я говорила, делайте клизмы, чистите печень, чистите кишечник, пейте антипаразитарные сборы и, пожалуйста, принимайте Виватон. Будьте здоровы!